Пожалуйста, по введению Сергея Владимировича Иванова. Большое спасибо, Вячеслав Викторович. Я прошу прощения, не успел записаться по повестке дня. У меня вопрос по 51 пункту порядка работы. Дело в том, что, Вячеслав Викторович, мы приняли постановление, в соответствии с которым поправки по этому законопроекту принимаются в течение трех дней, что противоречит, в принципе, нашему регламенту, поскольку по нашему регламенту, если законопроект не совместного введения, то поправки принимаются в течение 15 дней, а если совместного, то 30. Принятый законопроект должен был отправлен в течение пяти дней всем субъектам права законодательной инициативы, чтобы они могли предоставить поправки. И вот комитет наш в понедельник позаседал, то есть они отсчитали от пятницы три дня, то есть суббота-воскресенье. В субботу-воскресенье, как вы знаете, Дума не работает, поэтому моя поправка, которую я хотел предложить к этому законопроекту, не обсуждалась. Я очень вас прошу, во-первых, если можно, перенести рассмотрение данного законопроекта или дать указание распространить в зале нашу поправку, которую, к сожалению, комитет не обсудил, поскольку нарушены были сроки рассмотрения. Ну, во-первых, давайте мы исходим из того, что ваше право в зале поправку раздать, поэтому давайте мы это право ваше реализуем, и здесь нет никаких вопросов. Ну, а когда мы дойдем до 51 вопроса, во-первых, давайте мы до него дойдем, а во-вторых, уже потом обсудим все детали законопроекта с учетом того, что у вас будет возможность свою позицию заявить. Нет возражений, коллеги? Нужно ставить на голосование ваше предложение по переносу в этом случае? А? Не надо. Хорошо. Следующий вопрос, 51-й. О внесении изменений в федеральный закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части предотвращения жестокого обращения с животными. Николай Петрович Николаев. Спасибо, уважаемый Александр Дмитриевич. Уважаемые коллеги, законопроект подготовлен ко второму чтению. Напомню, что законопроект устанавливает более жесткие требования к подготовке и обучению дрессировки животных в закрепленных охотничьих угодьях. Осуществление такой деятельности теперь возможно будет только в отношении собак охотничьих пород и ловчик птиц. И законопроект, что самое главное, он исключает контактный способ притравки собак на диких животных. Всего в комитет поступило 6 поправок. Из них, согласно решению комитета, предлагается к принятию 5, к отклонению 1. Три поправки, которые предлагаются к принятию, носят редакционный характер. Одна из поправок устраняет те замечания, которые были высказаны комитетом в части того, что положения законопроекта должны применяться в том числе и к лицам, у которых право долгосрочного использования животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий. Таким образом, наша поправка исключает неравные условия для субъектов правоотношений в области охоты. Поэтому прошу поддержать и рассмотреть таблицу поправок. Таблицу поправок номер 1 просим рассмотреть за исключением поправки номер 3. Так, значит, из первой таблицы вы предлагаете поправку номер 3 на отдельное голосование отклонять. Еще какие по таблице поправок номер 1 вопросы? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер 1 за исключением поправки номер 3. Включите режим голосования. Покажите результат. Принимается. Ставится на голосование поправка номер 3, вынесенная из таблицы поправок номер 1. Комитет предлагает отклонять. Кто за то, чтобы принять эту поправку? Включите режим голосования. Надо? Сейчас, сейчас, секунду, подождите. Голосование пройдет. Покажите результат. Поправка номер 3 отклоняется. Пожалуйста, центральный трибун. Я хотел бы обосновать. Дело в том, что после многочисленных обсуждений, в том числе на заседании комитета и после, мы поняли, что в целях исключения неоднозначного толкования и применения нормы, которая определяет именно физический контакт, мы попросили исключить эту поправку. Я хотел обратить внимание, что в зале раздана поправка, внесенная депутатами Володином, Тимофеевым, Николаевым и Бурматовым, которая предусматривает альтернативную редакцию данной поправки. Попрошу ее отдельно рассмотреть. Она роздана в зале. Хорошо. Это поправка роздана. У нас еще есть другая поправка, отдельно роздана в зале. Давайте мы сначала по таблице номер 2 пройдем, потом уже отдельно розданные поправки. Есть ли вопросы по таблице поправок номер 2? Нет. Ставится на голосование таблица поправок номер 2. Отключите режим голосования. Скажите результат. Таблица поправок номер 2 принимается. Теперь, пожалуйста, по отдельно розданной поправке автор Володин, Тимофеев, Николаев, Бурматов. В центральную трибуну для обоснования, пожалуйста. Спасибо, Александр Дмитриевич. Уважаемые коллеги, перед вами поправка, которая включает в себя новую редакцию статьи 55 прим. Что она включает? Дело в том, что, как я уже сказал, в рамках обсуждения мы поняли, что необходимо обеспечить более корректную правоприменительную практику в дальнейшем использовании данного законопроекта. Именно поэтому мы определили и конкретизировали, что подготовка и обучение собак охотничьих пород осуществляется посредством использования ограждающих конструкций между собаками охотничьих пород и дикими животными. При этом этот метод, он должен не допускать жестокого обращения с животными и в том числе причинение им физического вреда. Дело в том, что в этом случае возможно будет корректное использование таких конструкций, как сетка. То, что на практике используется как в нашей стране, так и в других странах. Помимо этого, здесь есть дополнение, мы выделили в отдельный пункт, это обучение ловчих птиц. Осуществляются способами, также не допускающими причинение им физического вреда. Мы прекрасно понимаем, что установка сетей для каких-то заграждений при обучении ловчих птиц, она попросту невозможна. В целом, мы как раз приводим данной поправкой эти нормы к более корректному дальнейшему использованию и определению в случае нарушения. Было много вопросов, связанных с дальнейшей правоприменительной практикой. Мы считаем, что данной поправкой мы абсолютно конкретизируем эти нормы, не допускаем реального контакта, который мог бы причинить ущерб животным. Но при этом все, что называется, охотничьи качества собаки, они будут, да, сетка, будут, соответственно, тренироваться и будут достигнуть тот эффект, который нужен непосредственно практикующим охотникам. В целом, коллеги, я хочу также обратить ваше внимание, что мы собрали большое количество и замечаний, и предложений. Я хочу сказать, что в нашей традиции, традиции русской охоты, это как раз из поколения в поколение тренировать собак, брать их на охоту, молодых собак вместе с опытными. И поэтому те поправки, которые мы вносим, они как раз отвечают и нашим традициям, и, соответственно, развитию и охотничьего дела, и собаководства. Спасибо. Я правильно понимаю, что комитет рекомендует эту поправку к принятию? Иные мнения по этой поправке есть? Иванов, пожалуйста. Большое спасибо, Александр Дмитриевич. Значит, уважаемые коллеги, данная поправка абсолютно ничего не меняет, как бы нам представитель комитета не пытался рассказать об обратном. Я не знаю, как он себе представляет притравку собак, а точнее не притравку, а натаску собак, как это термин используется в законодательстве об охоте, через барьер. Что это такое и как это будет выглядеть? Как это будет выглядеть с помощью сеток? Непонятно. Как вы, я не знаю, кто-нибудь из вас видел, как натаскивают, например, тех соколов, которые охраняют аэропорты или здания Московского Кремля? Кто-нибудь видел? Если кто-нибудь не видел, я вам рассказываю, что в этом случае никакая сетка не поможет. То есть используются либо птички, либо кролики, которых данная птичка берет и своими лапками, извините, протыкает. К сожалению, так оно и есть, уважаемые коллеги. Поэтому говорить о том, что это будет работать, абсолютно неприемлемо. Не будет работать. Это первый момент. Второй момент. В зале роздана поправка, которая как раз и утверждает о том, что можно этот вопрос решить так, что и волки будут сыты, как говорится, и овцы целы. Спасибо. Ну, за и против высказанное мнение. Что, и дополнительное еще? Ну, давайте, коротко. Я хотел обратить ваше внимание на два момента. Первый. Мы не собираемся ничего менять и смягчать запрет контактной притравки, чтобы здесь было абсолютно четкое понимание. Мы просто конкретизируем метод, чтобы потом обеспечить грамотную правоприменительную практику. И второе. Что касается тех птиц, которые защищают Кремль, аэропорты и так далее, посмотрите, пожалуйста, поправку. Там ни с чего не сказано по поводу сеток или каких-либо иных ограждений. Спасибо. Просим поддержать данную поправку. Спасибо. Ставится на голосование отдельно розданная в зале поправка депутатов Володина, Тимофеева, Николая и Бурматова. Включите режим голосования. Покажите результат. Поправка принимается. Теперь есть еще одна розданная в зале, отдельно поправка депутата Иванова. Включите микрофон. Большое спасибо. Ну, уважаемые коллеги, я, конечно, иногда излишне эмоционально. Вот сегодня по телевизору показывали, как президент Сербии в присутствии Дмитрия Рогозина, это Вести 24 канал, смотрел, как несчастную таксу погружали в сосуд с водой, и она там изображала из себя ихтиандра. Какие там мучения испытывала собака, это, значит, только одному Богу известно. Но никто же из вас не осмелится подать в суд на канал Вести 24 за вот такое жестокое обращение с животными. Это первое. Второе. Я вам зачитываю, уважаемые коллеги, после вот таких вот там слезливых выступлений о том, что им рзубы рвут, клыки, когти и так далее. Пожалуйста. Значит, утвержденные правила испытания охотчих собак нордных пород по барсуку в искусственном дворе. Значит, испытания проводятся с 1 марта по 1 ноября по физически полноценным барсукам от годовалого возраста и агрессивного поведения по отношению к собакам. Барсук должен иметь неповрежденные когти, нормальной длины не менее трех целых клыков, неповрежденные конечность и так далее. То есть ни о каком увечии для собак, вернее, для испытуемых животных речи не идет. Это все, знаете, вот деткам рассказывайте там в детском саду. Далее. Мы предлагаем совершенно нормальную поправку, которая говорит следующее. Подготовка и обучение дрессировка собак охотчих пород и ловчих пиц осуществляется способами, не допускающих гибели и увечья животного. Вот две основные вещи. То есть не изувечат это животное и оно не погибнет. Вот эти должны условия быть соблюдены. Что касается птичек, уважаемый представитель комитета, вы тут пишете, физический вред, физический вред, что угодно, царапина на шкуре, это физический вред, уважаемый мой. Еще раз говорю, слушайте, ну побойтесь Бога, перестаньте вы так заниматься этой ерундой. Не уничтожайте охотчих собак России, не уничтожайте. Комитет, пожалуйста. Я сначала по поводу поправки. Я хочу вас обрадовать в этом плане, что те нормы, которые вы предполагаете, чтобы не допускать гибели и увечья животного, они будут достигнуты при принятии нашей поправки, то есть они включены. Другое дело, что если вы хотите что-то дополнительно разрешить, ну это другой вопрос, но тогда нужно было другую поправку. Второе. Дело в том, что то, что вы говорите по поводу документов, ну очень хорошо, мы здесь каждый раз, каждый день меняем, когда закон, мы подразумеваем, что нормативные акты будут изменены. И мы, несомненно, спасибо вам большое, проследим, чтобы это было сделано. Поэтому мы против принятия вашей поправки. Спасибо. Спасибо. Ставится на голосование отдельная розовая поправка. Депутаты Ивановы, включите режим голосования. Поправка не принимается. Ставится на голосование законопроект во втором чтении. Включите режим голосования. Продолжение следует... Продолжение следует... Покажите результат. Принимается законопроект во втором чтении. Продолжение следует...